Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава книги Езекииля продолжает тему пророчеств против Египта и я читаю в своем переводе с небольшими комментариями для портала экзегет эту главу Было мне слово Господне, сын человеческий, пророчеству и передай, что говорит владыка Господь Рыдайте о горестном дне, близится день, близится день Господень, день тучи, наступает срок для народов Меч нападет на Египет и будет мучиться Нубия, Нубия страна южнее Египта, ну Судан нынешний Когда будут падать Египте сраженные, унесут его богатство, разорят его основания Нубийцы, ливийцы, лидийцы, это тоже окрестные народы, которые служили в египетской армии и присутствовали на его территории Разноплеменное войско и кувийцы, а с ними и люди союзной страны падут от меча Какая союзная страна, непонятно Израиль надеялся на союз, точнее сказать, Иудея, Южное царство надеялось на союз с Египтом Но этот союз не состоялся И обратим внимание, что этот день называется Днем Господнем То есть Господь, который вмешивается в историю, вот это и есть смысл этих бедствий Так говорит Господь Мучится в день падения Египта, и он уже настает И вот обратим внимание, что Иезекииль, он очень как-то хорошо знаком с Тиром Мы читали главы про Тир, там он любуется им, он знает дотошно все торговые операции Что там есть, что откуда привозят, куда увозят Как будто он в юности служил каким-то торговым агентом в Тире А в Египте Иезекииль не бывал, судя по всему Он его совершенно общими словами описывает И его не интересует, что в Египте есть Зато он очень горячо описывает, как Египет падет Ему не жалко Египет, вот Тир ему очень жалко, Египет нет Просто маленькое наблюдение Нам это, может, ничего не дает, но показывает, что очень много личного отношения у пророков к тому, что они говорят И будут знать, что я Господь, когда разожгу я в Египте огонь и помощников его разгромлю Да, на Египет надеются иудеи, как на государство могучее, соседнее, которое может помочь На самом деле Египту самому нужны помощники, но и их он не увидит В тот день отправятся на кораблях моих вестники, чтобы устрашить беспечных нубийцев И будут они мучиться в день падения Египта И он уже настает И постоянно вот эти вестники, вестники, как пример для других народов падения Египта Это событие, которое не пройдет незамеченным Так говорит Владыка Господь Положу конец египетским толпам рукой вавилонского царя Новуха Доносора Это, кстати, произошло, да Он, а с ним и его народ, самый жестокий из всех народов на тот момент Да, а сирийцы до этого были, теперь вавилонине Будут приведены на погибель этой земле Занесут мечи над Египтом, наполнят эту страну сраженными И сушу нильские протоки, передам эту страну злодеям Руками чужеземцев опустошую страну и все, что в ней есть Так сказал я Господь Вот интересно, что параллельно с нашествием врагов упоминается засуха Нил, главное богатство страны, которое поставляет воду От него зависит ирригация, вообще вся жизнь в Египте И вот сначала Нил пересыхает, а потом уже нашествие этих самых врагов Так говорит Владыка Господь Я истреблю идолов, положу конец истуканам в Мемфисе Не бывает больше правителю в земле египетской Страх наведу я на египетскую землю Опустошу патрос, пошлю огонь на Цуан, совершу суд над фивами Ну, упоминаются конкретные географические пункты в Египте Гнев мой пойдет на Син, твердыню Египту Уничтожу толпу в фивах И еще Пошлю огонь на Египет, в муках забьется Син Фивы вот-вот падут В Мемфисе враги среди бела дня Юноши Гелиополя и Бубаста падут от меча Уцелевшие из них пойдут в изгнание В Тафнице померкнет день, когда я сокрушу там ермо Египта И не зри на его гордую силу На сам город ляжет туча, а его дочери пойдут в изгнание Так произведу я суд над Египтом, будут знать, что я Господь Ну, очень он к Египту суров Но дальше будет хоть какое-то объяснение богословское Потому что бесконечное перечисление тех бед, которые постигнет Египет Довольно малоинформативно для нас Да, пожалуй, и для слушателей из Икииля В общем, это уже скорее такое эмоциональное повторение, чем что-то новое А к чему все это? В седьмой день первого месяца, одиннадцатого года, было мне слово Господне Новое пророчество, но как бы комментарий к предыдущему Сын человеческий, я сокрушил, уже это состоялось, мощь фараона египетского царя Не перевязали раненую руку, не укрепили целебной повязкой, чтобы она могла держать меч Напомню, что Египет это та страна, на которую все время надеются иудеи Как на великую державу, способную им помочь в борьбе с Вавилонинами Это не получается И, во-первых, сами иудеи оказываются виновными, что они надеются не на Бога, а на некую политическую, военную, экономическую силу А, во-вторых, египтяне, что они не помогли там, где могли помочь Вообще-то не были обязаны Никакого договора у египтян с израильтянами не было Но там, где мы можем помочь людям, попавшим в бедствие, и этого не делаем Там мы делаем что-то радикально неправильное Вот это как единственное, собственно, обоснование Нет, ну здесь еще много сказано, что Египет горделив Что мы читали там, фараон это крокодил, который лежит среди Нила и говорит Я сотворил этот Нил Ну это на самом деле корень, да Но внешнее проявление это отказ в помощи Там, где эта помощь могла быть оказана И вот что говорит владыка Господь Я против фараона, египетского царя Я сокрушу его руки и здоровую, и сломанную, и он выронет меч Про сломанную руку мы толком ничего не знаем Вряд ли имеется в виду физический перелом у фараона В конце концов, откуда Эзекир мог об этом знать И даже если он случайно там упал и сломал руку Ну, бывает со всеми, зачем об этом говорить Вероятно, имеется в виду Ну вот, бывает у любого государства сильная и слабая сторона Да, там, допустим, войско хорошее, а с экономикой все не очень здорово Ну и вот и сильная, и сломанная рука будут сокрушены окончательно Россию египтян среди народов разгоню их по разным странам Уже это было Я укреплю мощь царя Вавилонского и меч свой вложу ему в руки То есть в руках Вавилонского царя все-таки меч Господень Он лишь носитель, исполнитель этого приговора А не самостоятельный деятель А мощь фараона сокрушу, и застонет он пред ним израненный Я укреплю мощь царя Вавилонского, а мощь египетского царя падет И будут знать, что я Господь Когда я вложу свой меч в руки Вавилонского царя Он занесет его над египетской землей Я рассею египтян среди народов Разгоню их по разным странам И будут знать, что я Господь Постоянный, бесконечный рефрен А вот не знают А вот приходится напоминать И может быть, прежде всего, как раз иудеям, израильтянам, иерусалимлянам Тем, кто, безусловно, должен был бы знать Но об этом постоянно забывают Надеются на Египет, торгуют с Финикией Каким-то образом пытаются договориться с Вавилоном Что есть на свете Господь И что он может все это устроить для израильтян И не вспоминают Поэтому так получается И вот этот вихрь истории, который закручен Затрагивает и окрестные народы Потому что и на другие народы Как говорит Иезекииль Господь смотрит во многом через призму Отношения этих народов с его народом, с Израилем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!